здравствуйте ну вот смотрите таскам 302 мк2 да ну как правило обычно обычно двухкассетные деки ну представляют из себя такой довольно унылое зрелище но вот не не в этом случае не не этот вариант потому что здесь у нас с вами смотрите таскам 302 мк2 выпускался он пять лет с 97 года по 2002 то есть это действительно но тогда когда эра расцвета кассетных дек она уже ну подходила к концу но при этом технологии которые используются они уже были отработаны здесь все было замечательно давайте мы ее сейчас поближе подвинем значит ну во первых здесь что важно да ну важно и интересно это дека она практически имеет заводское состояние то есть она новая ну как новая она не новая она очень хорошо сохранилась она нас коробки у нее есть пульт у нее есть инструкция ну с сожалению там на японском языке но не важно в общем есть к нему к ней мануал к этой деке дека на самом деле очень интересная потому что смотрите значит что здесь важно важно что здесь два два кармана две соответственно два кассет приемника они абсолютно независимые здесь два независимых лентопротяжных механизма здесь схемотехника тоже независимая то есть эти деки левая и правая там от 1 и 2 они могут работать совершенно независимо могут записывать одновременно могут перезаписывать друг на дружку если таких аппаратов поставить несколько у них есть ну у этой модели конкретно есть режим каскад и тогда можно например первую деку сделать мастером а все остальные сделать слоевом и тогда у вас с мастера с мастер кармана с мастер деки 1 до запишется на все остальные можно с какого-то внешнего источника подать сигнал и тогда все вот эти вот деки которые стоят в каскаде в они будут слоевыми но это для писателей да то есть это важная история значит здесь что нужно обратить внимание несмотря на то что вот довольно развитая панель управления то есть много всяких разных кнопок регуляторов дек очень проста в ну в управлении в эксплуатации то есть практически здесь ничего не к сожалению нет калибров калибровки да как калибратора здесь нет внутреннего но зато там много чего еще есть то есть она автоматически калибру вот сейчас мы с вами видим запись она сейчас режиме записи находится значит в реверсе то есть она умеет писать в обе стороны и в прямом направлении движения ленты и соответственно в обратном индикатор определен на две части вот мы сейчас с вами видим дека первое и соответственно здесь вот эту часть это для второй деки индикатор ну может быть немножко не очень удобно потому что ну как бы небольшой диапазон регулировки ну учитывая что дека сама умеет настраиваться и все такое то здесь просто вот а вот этой ручкой можно сделать тут поменьше уровень видите и можно делать побольше вот она ушла перегрузку ну нам нужно где-то там в нолике поставить как это правильно делается и соответственно пользоваться что тут есть еще ну давайте сейчас я вам понажимаю значит это стоп у нас перемотка сюда перемотка сюда видите работа очень тихо в эту сторону на запись вот тестовый сигнал появился это в эту сторону какая-то какой-то уже музыкальный сигнал значит можно соответственно опять же обратно поставить здесь что давайте запись поставим значит здесь что важно что если вы поставите две кассеты и выберите режим непрерывного воспроизведения то она у вас проиграет сначала первую сторону первой кассеты потом вторую и то же самое сделается второй кассеты соответственно вы услышите все четыре стороны одновременно до повтора это все выбирается вот здесь здесь много разных переключателей которые можно выбрать режим и все такое ну послушайте еще что хочу сказать характеристики до характеристики у нее кстати хороши потому что это таскам потому что это таскам который кстати вот вот эти ухи которые можно стоечку поставить да это внутри юнита здесь их можно убрать вот тоже на фотографии смотрите значит также смотрите как она внутри устроена видно что она ну практически вот ну прям ненадебанное что называется очень хорошее состояние коробка пенопласт инструкция пульт дистанционного управления к сожалению проводный проводной или как там правильно не знаю ударение поставить вот очень плохие характеристики шумагава долги d долги b долги все их у нее соответственно пич контроль дату скорость можно регулировать если вдруг там у вас окажется в руках кассета которая записана с неправильной скоростью можно всегда подстроить а чх неплохое по уровню минус 20 на металле 19 килогерст дальше 18 и на нормале 17 ну звезд неба не хватает но учитывая что таскам и как правило таскам всегда всегда ну при измерениях и при каких-то еще там действиях мы видим что она действительно записывает очень неплохо очень хорошо и маленькие нескажение нелинейные 7 килограмм весу этой деке ну еще раз скажу что два независимых совершенно лента протяжных механизма работа не каждый сам по себе вот у нас сейчас справа здесь мигает светодиодик да это бы в какую сторону он будет воспроизводить да давайте здесь иначе механического нас извлечение кассета вот поставим сюда ее и поставим play и вот видим что видите сигнал пошел со второй деке а здесь соответственно замигал ну показывает в какую сторону будет воспроизведение можно поменять видите как ну какая-то запись уже какой-то музыкальный сигнал на кассете есть поэтому что-то там слышим ну вот как бы не знаю очень не нравится этот аппарат во первых прежде всего его состояния нам действительно прям вот совсем хорошие очень редко нам попадаются аппараты которые в таком техническом и косметическом состоянии находятся очень очень достойная такая вещь если вам нужна вот какая-то крепкая хорошая кассетная дека и может быть двухкассетная чтобы там что-то переписывать или слушать музыку долго да там не подходя к аппарату ну прям отличный выбор и прям супер-супер учитывая состояние учитывая производителя все-таки тоскам это профессиональная штука и ну прям вот что называется хорошая вещь